Всем привет! Поздравляю вас со вторым днем лета! Сегодня состоялся анонс продаж нового защищенного устройства Oukitel WP9. Этот смарт подойдет для нетребовательных пользователей, которым не нужны очень производительные устройства. Но если для вас важны такие параметры, как серьезная защита у гаджета и большая батарея, то WP9 вам точно понравится. Само по себе устройство похоже на кирпич, как и большинство защищенников. Его тяжело будет сломать, он выживет, если утонет на несколько дней. Главное его потом найти. WP9 швыряли об камни, купали в бетоне, что только с ним не делали, а смарту хоть бы что. А это не удивительно, защита IP68, 69K и MIL-STD810G защитили устройство по полной. На экране защищенное стекло Gorilla Glass. По начинке все не очень плохо, но и до мощных параметров далеко. На борту быстрый восьмиядерный процессор Mediatek Helio P60 под управлением голой AS Android 10. Объем хранилища в данной конфигурации представлен 6 ГБ ОЗУ DDR3 и 128 ГБ флэш-памяти. Последнюю можно расширить с помощью карты microSD, либо использовать комбинированный слот для размещения дополнительной сим-карты. Дисплей здесь на 5,7 дюйма с разрешением HD+, 1520х720 пикселей и соотношением сторон 19 к 9. В качестве матрицы использована популярная IPS, которая превосходно придает 16 миллионов оттенков. С ней экран выглядит достаточно ярко, контрастно и первые отзывы Oukitel WP9 подтверждают это. Из дополнительных плюсов стоит отметить присутствие закаленного стекла Gorilla Glass от известного бренда Korming, про который я сказал ранее. Благодаря ему сенсорный дисплей становится более устойчивым к различным ударам, царапинам и прочим механическим воздействиям. Второй важной фишкой после защиты стоит автономность мобильного. Аккумуляторной батареи 8000 мАч хватает на 25 часов видео, 50 часов разговоров и до 31 сутки в режиме ожидания. Есть поддержка 18-ваттной зарядки, которую производитель вложил в комплект. От 0 до 100% смарт зарядится за 3 часа, это проверено. Как я и думал ранее, фотовозможности устройства такие себе. 8 мегапикселей фронтальная и основная в 16 мегапикселей обеспечивают такое себе качество фото, особенно фронталка. И видео снимает это устройство на уровне 18-х годов. Какого-то карасика, карпа, либо подстреленного зайца снимает основная камера нормально, но большой детализации ждать не нужно. А фронталка немного мылит. На тыльной крышке присутствует LED-вспышка, которая может пригодиться в качестве яркого фонарика. Она большая, так что приятно будет этим фонариком светить. И светить он должен хорошо. Oukitel WP9 имеет встроенный модуль NFC, сканер отпечатка пальцев, датчик приближения и освещенности, гироскоп, акселерометр и компас. Davies поддерживает популярные навигационные системы GPS, а GPS GLONASS. Корректно работает со всеми национальными операторами связи. В настройках можно выбрать необходимый язык интерфейса из множества разных вариантов. Это понятное, серьезное, мужское защищенное устройство, и у него есть как и свои плюсы, так и минусы. Минус главный, думаю, это вес в смарт-весе 320 грамм. А плюсы тут неоспоримые, это защита и батарея. Цена устройства со 2 по 9 июня будет 160 долларов, так что если гаджет вам интересен, то поспешите. Также в описании будет ссылка на конкурс от Oukitel, приз Oukitel WP9, то есть этот смартфон. А у меня на этом пока все. Вам хорошего вечера, всего самого лучшего, спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока, ссылочки все в описании. Субтитры сделал DimaTorzok